Всем привет! С вами Слава и Сергей. Вы на канале Мой Флакон. Сегодня про бренд Восканян. Мы первый раз с ним познакомились, будучи в Армении. И бренд это армянский и очень классный. Два аромата у нас уже есть. У нас довольно давно и нам нравится. И, наверное, хочется еще какие-то другие ароматы заиметь. Узнаем. Слава разнашивал? Я не разнашивал. Для записи. Поэтому у меня будет более свежее впечатление от ароматов. А у Славы с записи. И начнем мы с аромата первого под названием Пачули. Какой там Пачули? В переводе с французского называется Воспоминание Пачули. Пачули от мемуарита. Так как это армянский бренд, его основал Цавак Восканян. Он же и основатель, и парфюмер. И создает свои ароматы из натуральных масел, из растений, которые произрастают на территории Армении. Вокруг, я так понимаю, Еревана. И, в своем роде, это уникальный бренд, так как это единственный армянский парфюмерный дом, который я знаю. Он на слуху. Многие хвалят его. И вот захотелось как раз при помощи этого подарка от Вахага, нашего парфюмерного друга из Армении. Спасибо тебе большое, что подарил нам эти ароматы. Ну, здесь явно прямо линейные Пачули, и мне они не нравятся, сразу могу сказать. Для меня это будет тяжелый аромат, тяжелые Пачули, но я знаю, что такие ароматы носят, любят. Вот. Пачули для меня здесь довольно древесные. Древесные Пачули. И больше ничего. Вот. На коже раскрываются Пачули с табаков. Здесь очень много табака на старте. Я не смотрел ноты на фрагрантике, не на сайте этого бренда. Я вот рассказываю, что я чувствую. Здесь пахнет для меня холодной лесной землей. Есть много-много дерева. Также я чувствую очень много зелени, возможно, здесь и лакричник. И пиларгония. Пиларгония. Не пиларгония, а артемизия. Артемизия, полынь. И со временем он становится такой немного цитрусово-адеколоньевый. Я его вижу больше на парнях. Он только более нуарно-брутальный, как по мне. И мне эта полынь, пачули понравилась. И пачули, конечно же, здесь самый главный ингредиент, вокруг которого все это вертится. А для меня такая ассоциация – это дремучий, холодный, темный лес, в котором много каких-то мхов, травы, зелени. И этот лес вот только-только после дождя, он только немного влажненький, пахнет много даже болотом. Давай посмотрим, какие там ноты. Ноты всего лишь две – пачули и дубовый мох. Дубовый мох. То есть здесь больше-таки пачули древесные и, ну вот, что-то такое землистое очень сильное, будешь сказать. Да, да, ну пачули. Пачули дают такой, ну тоже аромат земли у них, несколько оценков пачули есть. Ну вот, как раз вот такие земельные пачули лесные. У тебя есть оценка, что ли? Семерка. Семерка из десяти. Хороший аромат. Но на любителя, я бы сказал. На любителя пачули. Монаромат пачули имхам. История одной розы. История одной розы, да. Ты прав. Давай, что ты здесь чувствуешь? Ну, старт такой довольно цитрусовый, свежий. Может быть, даже и лаванды я немного ощущаю. Вот, роза, она такая довольно, ну не могу сказать винтажная, но старошкольная какая-то. Есть металлические оттенки. Я вижу здесь больше такую красную розу. Вот. И тоже это будто бы моноаромат розы. Я пока не слышу слишком большого куда-то развития в какие-то стороны. Возможно, что-то тоже будет как дубовый мох, либо кеда, что-то такое древесное, абстрактное. Вот как-то туда. Согласен. Открывается аромат на коже цитрусами, в перемешку с розой, какими-то чайными листочками тоже. И для меня здесь вот как раз-таки роза чайная, такая желто-оранжевая. И для меня это такой солнечный розарий, в котором стоят такие древнеримские статуи. Посередине стоит фонтан. И рядом с фонтаном такой столик, в котором чайничек, кружечки. И вот вы решили расслабиться, как-то отдохнуть. И налили себе чашечку чая в этом розарии. И вот эта вся атмосфера этого аромата, она мне так передается. Мне этот аромат очень-очень понравился. Я ему ставлю девятку из десяти. И вообще, я думаю, вы даже, может быть, даже и девяткой между десяткой. Я думаю, это одна из красивых роз, с которых я вот узнал, познакомился. Он очень дорого звучит, благородно. Он стойкий аромат. Он держится примерно 7-8 часов на коже. Шлейфовый. Вообще, для любителей роз, этот аромат вот прям находка. Он немножко, вот, какие-то там интересные ноты. Да, он на что не похож. По-моему, он похож на очень много роз. Нет. Действительно, он цитрусовый. Цитрусовый. То есть, много цитрусов. Цитрон, бергамот, лайм, танжерин. Дальше, коин, ангелик и имбирь. Средние ноты. Дамаска, роза, лаванда. Базовые ноты. Дубовый мак, пачули, ветиверси, рамбры и мускус. Это вообще хорошо. Это такая све... Вот, действительно, такой свежий розарий. Какой-то такой легкий ветерочек. Солнце. Мне этот очень роман понравился. Ну, роза приятная и, возможно, она как раз-таки унисекс. Да, да, да. Потому что здесь все-таки довольно много цветов слышится. И лаванды. Ну, поэтому, да. И, может быть, она даже на любителя. Что-то такое. Я думаю, что этот аромат ноги мне даже понравится. Это не то, что на любителя. Если вот пачули, первый аромат, это действительно на любителя. Мало кто может оценить такое, да. Только для любителей вот нишевых ароматов. А вот этот аромат с розой, это прям очень-очень красиво. Дальше что-то о ланисере де нуи, и ты, наверное, переводил, да? Я не перевёл, что это такое, потому что ланисера я не нашёл в словаре, что такое ланисера. Вот. Ну, возможно, это какой-то цветок, типа ночной или тёмный. Конечно, это какой-то ночной цветок. Тёмный. В переводе какой-то ночной цветок и непереводимое. Чебушник. Это жасмин. Здесь пахнет действительно чебушником, жасмином, белыми цветами. И ванили очень здесь много, как помню. А как насчёт сирени? Сирень? Кстати, да, да. Действительно сирень пахнет. Такой. Ну, мне приятно. Здесь вот эти вот, окей, жасмины, сирени, они продлены чем-то таким. Окей, ваниль, но вот что-то ещё такое сладкое, может быть, может быть, соединены вот с амброй. И вот эти вот цветочные, довольно густые цветочные оттенки. И мне видится почему-то вот сиреневые какие-то цветы. Ну, может быть, жасмин тоже, да. Но для жасмина вот не хватает какой-то индольности, белоцветочности. Вот что-то тут маловато, будто бы какая-то смесь. Да, я с тобой согласен. Здесь очень хитро сделан аромат. Он на старте очень красивый. Он привлекает вот именно своей вот этой белоцветочностью, жасминовостью, сирень, вот как ты говоришь. Но потом со временем он становится очень-очень индольным. То есть вот эти цветы, вот эти цветы, они начинают становиться хищными. То есть как будто пахнет каким-то цветочным мускусом. Я бы так выразился. То есть что-то не очень чистое выходит на кожу, немножко грязноватенькое такое. И меня немножко это отпугнуло. Вот эти хищные цветы, они на меня как-то набросились. И я такой, о, что-то. Нет, нет, нет. То есть на коже оно тебе там поддушевало? Вот первые два часа мне этот аромат прям очень понравился. Вот он прям влюбляет в себя, очень красиво. Может быть, это особенность моей кожи. Этот аромат обязательно надо тестить на коже. И вот что-то такое в нем странненькое. Вот такой аромат. Вот, я думаю, мы просто не нюхали жимолость, как пахнет. Потому что здесь явно жимолость, белые цветы и фруктовые ноты. Возможно. Потому что я тоже не знаю, как пахнет жимолость. И может быть, у жимолости вот как раз такой специфический запах. Но этот аромат интересный. Для меня он где-то, наверное, на шестерочку. Такое я бы с осторожностью бы носил. То есть именно потому, что после старта там был и сюрприз. Да, он прям аромат сюрпризов. Это точно. Следующий аромат у нас Сойерверт. Не знаю, как переводится. Он переводится как Зеленый вечер. А, серьезно? Для меня вечер совсем не зеленый. Сойерверт для меня. Там ноты, может быть, другие. Мне пахнет тыквой, тыквенными семечками. Я очень люблю этот аромат. Это мой любимый аромат этого бренда пока что. Даже больше нравится, чем персик. Потому что таких ароматов нет. Там заявлено, насколько помню, дыня. Но мне дыня абсолютно не пахнет. Дыня такая водянистая и немножко противная бывает. А здесь вот именно тыква. Оранжевая, огромная тыква. Подсушенная немножко. Очень крутая. Если сравнивать с ароматом Like This на тему тыквы от бренда Eldo, это действительно натуральный оранжевый аромат, который, когда вы разрезаете свежую тыкву, там и косточки, и вот эта самая мякоть этой тыквы. Вот это прямо тот запах. Он очень натуралистичный. Это дает, я так понимаю, дыня. И здесь можно додумать, что здесь дыня, но в первую очередь для меня это. Но она заявлена. Это аромат тыквы. Я не знаю, перемешиваю с этими зелеными нотами, с ревнем. Вот получился аромат тыквы, хотя здесь ее нет. Мне кажется, вот на рекламных вот этих картиночках там все-таки не дыня, а вот это больше на тыкву. Ну, что-то гибрид какой-то, тыква-дыня какая-то. Может быть, это армянская дыня, так пахнет. И очень крутой, он такой летний аромат для меня, летний-осенний. Я бы вот так сказал, когда уже Хэллоуин, вы наряжаете свои квартиры, дома тыквами, готовите какие-то блюда из тыквы. Вот, мне этот аромат как-то даже немножко перемещает в мое хоть далекое детство. Да, моя бабушка готовила часто блюда из тыквы. Она и запекала, и делала из тыквы какие-то пирожки, пироги. Вот для меня это прям вот такой аромат. Такой очень уютный, спокойный. Мне он очень нравится тоже. Я считаю, что он один из лучших у бренда. И вот за два года, кстати, так нормально уже подиспользовалось. То есть его здесь уже хорошо так попользовали. Это 10 из 10. Он стойкий, он шлейфовый. Подойдет, я думаю, и парням, и девушкам. Он очень ни на что не похожий. Вот это действительно, как Сергей отметил. Да, я считаю, что это уникальный аромат стоит иметь в коллекции для парфю любителей. Да. Я не совсем уверен, что он абсолютно парфюмерный. Скорее всего, он не понравится многим людям. Потому что, ну, вот запах тыквы, ну, да, такое. То есть вот он слишком натуралистичный. Следующий аромат – ирис, байзе, древесный ирис? Нет, ирисовый лес. Ирисовый лес. Хорошо. Для меня это цветочный холодный фиолетовый ирис с ветивером. Он такой освежающий, он какой-то немного такой мрачненький. Со временем этот ирис также почему-то он зашампуневается. Он становится таким мыльным, каким-то немножечко альдегидным. И вот для меня прям это вот такие мыльные пузырики с ароматом ириса. Очень-очень свежий. И база очень свежая. И потом я чувствую уже на своей коже какие-то листочки пачули, что-то немножко такое зелененькое. Но вот этот мыльный ирис, он немножечко мне, как бы не особо хочется пахнуть вот этим замыленным ирисом. Хотя аромат очень-очень красивый на старте. На старте это прям действительно такой аромат ириса. Вот прям... А насколько вот он дальше пудрит, развивается? Мне кажется, что вот он может быть довольно тяжелый в носке. Он наоборот не тяжелый. Он наоборот очень-очень легкий за счет ветивера. Он свежий, он освежает. Там ветивер есть. Я не знаю, что там есть. Я не могу... Но я чувствую здесь много ветивера и пачули. И он наоборот очень комфортный. Если вы любите какие-то такие ароматы, чистоты, ароматы какие-то уходовые, я бы его отметил в этом плане. Он спокойно наносился. Мне старт очень-очень нравится. Но если бы этот старт все время продолжался, я бы ему поставил прям девятку. Так я ему ставлю семерку и десяти. Вот из-за этого какого-то замылиности немножко. Но это неплохо. Это почему? Многие люди любят какие-то ароматы с мыльными нотами, адрегидами, да? Для меня аромат тоже как будто моноаромат. Видимо, вот эти первые ароматы, что он делал, ну вот реально про какие-то вот крупными мазками. Я слышу ирис, и он пудровый, довольно сухой ирис. И для меня он без помадности и без морковности. Ну, может быть, совсем чуть-чуть. То есть здесь вот этот более такой сухой ирис, немножко металлических таких оттенков. Выглядит, будто бы он довольно носибельный. Он носибельный, это однозначно. И вот, как Сергей отметил, здесь нет никакой помадности и пудровости. Нет, ну пудровость есть. Ну, я бы не сказал, что... Помадности нет. Пудровость есть масса нет. Ну, ни помадности, ни пудровости я здесь не слышу. Это спокойно могут носить парни. Прямо вообще спокойно. А я не думаю... Я думаю, что скорее больше женскую сторону будет. Нет, я не согласен. Посмотрим, что фрагратика нам скажет на эту тему. На фрагратики просто ирис и древесные ноты. Больше ничего. Ну, мало голосов, поэтому трудно, трудно сказать, куда пользоваться летний слив. Всего лишь 27 голоса. Вообще очень зря, потому что бренд хороший. Очень хороший. Ирис хороший. Не пугающий. Прям такой аккуратненький. Да. И следующий аромат у нас персиковый шипр. Классный, великолепный, сочный персик на почулевой, какой-то такой дубовой, может быть, дубовый мох пази. Это вот прям персиковый рай. Это вот пахнет очень ярко, это сочно. Вообще... Ну, на старте. Потом оно меняется со временем, опять же. Это один из... Это, я хочу сказать, это лучший аромат на тему персика. Это у тебя 10 из 10? 10 из 10. А сколько, напомню, у дыни было? Так, вот дыня 10 из 10 тоже. Окей. Это очень такой сладенький, таким соком персика. Вот когда вы кусаете персик, он прям такой сочный. Прям персик-персик, я бы сказал. Это... Он очень шлейфовый, он стойкий, он жизнерадостный. Я когда вдыхаю, у меня прям поднимается настроение. Есть какая-то схожесть такая прям чуть-чуть небольшая с флёр-наркотикой от Ex nihilo, да? Серьёзно? А чем? Здесь нету вот этой сильной цветочности, как у флёр-наркотик, и вот этой супердозы каких-то фруктов тоже, да? Подожди, а флёр-наркотик, там же личи. Там, по-моему, тоже персик. По-моему, тоже персик. Вот, и... Но это, это для меня райский аромат. Очень нравится. Я помню Сергею реакцию, когда первый раз Сергей познакомился в Армении, в Ереване. Сергей очень понравился, я помню. Ты прям купил его чуть ли не вот, не с первого... Да, да, хороший. Но для меня этот персик, он не то чтобы суперсочный, для меня это персиковый сок с мякотью, с вот этими какими-то... Ну, вот будто бы я чувствую персик шероховатый, с вот его вот и пушистой шкуркой. Да, да, шкуркой. Вот, но дальше он в пачули переходит в такую действительно шипровую базу, он меняется. Заявленный персик ДБВМО, пергамот и пачули. Крутой. Это очень крысерский. Если вы любите флёрный наркотик, я рекомендую познакомиться с этим. Флёрный наркотик вы перелюбите сразу познакомившись с ним. Ну, не согласен. Флёрный наркотик, это вокруг синтетических нот. Там вот это вот что-то на питание или что. Так вот, в том-то и делом, какая-то синтетика сложная. Там пион, жасмин, петалия. То есть, петалия – это вот искусственная молекула. И там вот она – звенячка. А вот здесь нет таких звенячек. Почему ты сравниваешься с флёрным наркотиком? Ну, потому что и за счёт персика. Я во флёрный наркотик слышу в основном в шлейфе, вот люди проходят, персик. Я слышу петалию. Просто я вообще не знаю, как пахнет петалия, вообще что это такое. Нота, это химическая нота. Ну, окей, я не знаю, как пахнет эта нота. Я её отдельно никогда не слышу. Это она есть. Но для меня флёрный наркотик не пахнет никакой петалией, а пахнет персиком. И для меня они немножко схожи с этим ароматом за счёт этого персика. Поэтому вот такая у меня ассоциация. Вот, но этот, конечно, на порядок лучше, чем флёрный наркотик. Ну, в зависимости от того, что людям нравится. Флёрный наркотик будет стоящий. Он целый день, а этот пару часов. Нет, он стойкий, на моей коже он держится 5-6 часов, это как минимум. Да, но флёрный наркотик 10 будет. Да и ладно, а флёрный наркотик может разболеться от этой петалии, как там, голова. А здесь вообще вы будете получать большующее удовольствие. Дальше у нас будет Буа Ноктурная. Это новиночка этого года. Не так давно появился этот аромат у бренда. И, что бы я сказал, это переводится как Ночной лес. Вот здесь уже Ночной лес. И в котором, в этом ночном лесу, бродит олень Бэмби. В моём детстве был мультик Бэмби, я его любил смотреть. Он очень грустный, и вот вокруг этого Бэмби как раз-таки очень много и шерсти оленя, и деревья, и снег, и река, и вот какой-то такой лунный свет. Это такой действительно ночной лес, в котором просыпаются звери, они там пьют воду возле озера, гуляют, едят траву. А тебе что, пахнет оленями? Это для меня действие, если я чувствую мускус. Именно такой оленевый животный мускус, но в обрамлении вот этой всей природы вокруг оленя. Там и вода речная, и трава какая-то, и деревья. Здесь очень много дерева. Для меня это такая вот картинка, дремучий-дремучий лес. Потом он переходит со временем в почуливую такую структуру, как немножко даже чем-то похож с чёрной орхидеей Тома Форта. Я бы так сравнил. Но, конечно, олень здесь главенствует. Эту чёрную орхидею, то есть эта почуля, здесь она тоже на тонах для меня, да? Ну вот, я бы вот так бы... Аромат стойкий, он продержался тоже где-то 5-6 часов. Рекомендую больше парням. Я вот сколько нюхаю и слушаю тебя, мне ничего это не выдаёт. То есть мне непонятно, чем это пахнет аромат. Он какой-то и правда действительно почульный, что-то такой дубовый мох, возможно. Я не слышу цветов, не слышу фруктов, не амбры. Здесь вот что-то такое довольно тихое. Во-первых, аромат тихий. Аромат тихий. Он очень тихо звучит. Это так. И чуть ли там не примахиваться нужно. Близко к коже. Вот такой интимный аромат. Для себя. Возможно, это просто про древесные ноты. Знаешь, вот, окей, почули, древесные ноты. Ну, может быть, опять же, дубовый мох. Я мускусности вот не слышу про оленей. Оно может быть на коже вылазит? А я, может быть, на коже. А сплотра слышишь? Я слышу. У меня, наверное, уже ассоциация с кожей. Вот. Я, наверное, даже бы сравнил немножко с кабаргой от зоологиста этот аромат. Ну, возможно, у меня не восприятие каким-то здесь нотам, потому что очень плохо я слышу этот аромат. На фрагрантике заявлены почули, сандал, амбра и алибанум. Смотрите, амбра и алибанума не слышно. Мне не слышно. То есть, я люблю ароматы амбровые. Их тут нет. Сандала тоже не слышу. Больше какого-то такого дерева, просто нашего спила, там, не знаю, дубы березы. Сандал я вообще не слышу. Может быть, сандал дает мне такую вот какую-то животность, вот именно анималику какую-то, не знаю. Ну, не знаю. Вроде бы, как это вокруг почули просто, опять же. Для меня, наоборот, животность. Я вот так слышу аромат. Для меня это прям олень в темном лицу. Ну, вот так. Я этому аромату поставлю... Я очень долго думал, чтобы поставить. Для меня этот аромат такой загадочный. Его сложно разобрать на ноты. И, наверное, я поставлю этому аромату семерку из десяти. Это прям вот на любителя тоже. Ну, и больше для парней. Еще раз уточню. Потому что вот именно больше такой древесный, да? Да. Ну, не знаю, не знаю. Вроде бы аромат неплохой, но вот из-за того, что он такой тихий, может быть, на коже он больше ярко звучит. Не знаю. Но, с другой стороны, есть люди, кому нравятся более тихие ароматы, такие а-ля древесные. Вот тоже, к примеру, Камде Корсон Зеро взять. Он тоже почти ничем не пахнет. Он такой а-ля около древесный. Вот. Следующий аромат... Ой, запахло крепевой. Называется... Коктейль доминуи... Минутный коктейль в переводе, с французского. Окей. Я бы сказал, что для меня это прям содовое, которое налили в прозрачный стакан, туда льда, клубники, всяких различных фруктов, ананас, яблочко, возможно. Какие-то вот сладкие сиропчики. И это все вот с этой газированной водичкой в перемешку в этом стакане. И на уголок стакана еще такой ломтик отрезанного апельсинчика. Это вот коктейль на пляже. Это вот прям тропический микс. Для меня это очень такой солнечный, летний, яркий аромат. Он яркий, громкий. А как он в носке? Что потом происходит? Он такой же остается примерно. То есть затухает просто, да? Нет, он, да, затухает, но он шлейфовый. Он держится тоже где-то 6-7 часов на моей коже. Мне это нравится. Это пахнет очень натурально. Меня вот в чем и прям уважаю этот бренд, что ароматы без всяких химичек, вот без всяких этих молекул. Здесь все так природно, спокойно, неудушливо. Так звучит. Для меня аромат, окей, если с коктейлями связывается, то скорее всего это мохито. То есть, возможно, вот то, что мне дало а-ля к пиву, это мята. Кстати, да, да, такое мятно-освежает. То есть, не знаю, мята, мелиса, может быть, еще какие-то травы, но именно такое что-то яркое, с такими яркими маслами. Может быть, опять чуть-чуть что-то от лаванды здесь было. Да, что-то вот из цитрусов, что-то фруктовое. И все-таки тоже база будет непростая какая-то, шипровая, скорее всего, дубовый мох, какие-то деревяшки, может быть, те же почули. Ну, ваниль. А переходит в базе уже со временем? Ваниль? На фруктовый, да-да-да, освежающий. Мне нравится. Я ставил бы на мохитовый какой-то коктейль. Ну, да, может быть, даже с клубникой. Вот, и этот аромат, он будто бы больше играет. То есть, какие-то какие-то грани. По вайбу мне напоминают коктейльные эти ароматы, к примеру, от Eldo. Как там называется? Тоже там мохито посвящен. Your Summon Like You. Не знаю. Не запомню название. Не знаю, там у них есть очень классный мохитовый аромат. Так, коктейль Доминуи. Кампари, джинн, вермут, листья томата, цитрусы и клубника. Вот, все это есть в этом аромате, это все слышно. Прикольно. Если вы любите какие-то такие алкогольные, фруктовые ароматы, прям присмотритесь. Ну, интересно, что здесь перемешку прям аж три коктейля. Одного было недостаточно. Я не знаю, что Кампари из чего делается. Ну, вот в джинне, так понимаю, у него есть такая горка травная. В вермуте он тоже какой-то травный. В релиз томата не слышу. Я тоже. Я этому аромату поставлю девятку из десяти. Мне этот аромат понравился. Это прям вот must-have на лето. Когда-то в отпуск отправиться. Ну, вот если к итогу, то чем нравится бренд, что здесь нет действительно этих амбра-деревяшек, каких-то таких зудящих нот. Может быть, вот в этом новом аромате, который вот древесный, может быть там вот из-за и супер что-нибудь такое, амброксановое, скорее всего. Ну, как бы, я не представляю, как иначе. В остальном оно очень такое прикольное, классное. Мой топчик остается, как и пыл, тыквенный аромат. Ну, и, конечно, персик классный, классный очень последний. Вот я бы разносил из новых вот этого коктейльный аромат. Мне хотелось бы понять, как он раскрывается. Я бы выделил Hittuart de Duna Rose. История розы. Это действительно очень уникальная роза, начальная. Она какая-то такая бодрящая. Она дарит хорошее настроение. Она красива вообще в шлейфе. Я вот когда нанес этот аромат, я весь день кайфовал от этого аромата. Я думал про этот аромат. Мне хотелось нанести его на следующий день. То есть я бы хотел бы оформить этот. Это прям 10 из 10 для меня. Вот это классная, красивая роза. Я как-то в этом году стал погружаться в мир роз. Как-то раньше, ну, да, нравились розовые ароматы, но как-то к ним был спокоен. А в этом году я прям полюбил этот цветок, ароматы с данными розами. Я стал обращать более внимание. И вот этот аромат меня прям покорил моим сердечком. Это прям классно. Хочется, в общем, сказать, что бренд уникальный. Флакончики чем-то похожи на Сержа Лютанца. Они такие лаконичные. Ничего здесь лишнего. Хороший пульвик. Все отлично. Мы благодарим автора. Очень классно. Желаем всяческих успехов. Да, очень желаю. Будем следить за всеми новинками. Может быть, подъедем еще в Армению, потому что очень сложно где-то найти эти ароматы, помимо Армении. Я бы с удовольствием съездил в Армению, в Ереван. Мне там очень понравилось. Красивейший, прекрасный город с удивительными людьми. Такими очень дружелюбными. Хочется узнать, пользуетесь ли вы ароматами васканян. Какие у вас любимые ароматы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ставьте лайк этому видео, если вам было интересно. Подпишитесь обязательно на наш канал, чтобы не пропускать наши новые видео. С вами был Сергей Слава. Всем good bye.